представляете ребята у нас сейчас на улице идет снег ну видимо снег с дождем я не знаю видно вам или нет но летят белые мухи видите снежинки и фига себе такие крупные вот и фига себе восьмое какой сегодня 8 октября выпал первый снег офигеть на улице вот там где фонари возле фонарей видно что это снег вот они белые мухи полетели ничего себе о прям метель кружит кружит снег ребята я щелки от гуляла тут уже снег пошел офигеть бур погода просто был ой не хочу туда даже выглядывать как вот завтра идти на экскурсию музей надеюсь завтра чуть получше будет погодка так ну что делать что вам еще рассказать про сахалин бананов накупили теперь есть не переесть может автор с собой банан взять на экскурсию поеду часа два-три пройдется она есть захочется убрала пиццу переложила баночки вот в разные гречка тут еще есть курицу съели но там есть грудинка и колбаска копченок раковская колбаска сыр и все есть ланси готовить не буду завтра посмотрим завтра придется чем готовить правда не знаю что завтра еще придется магазин сходить пить что-нибудь курицу съели мясо нет пельмени надо купить что пустая морозилка мясо нет я кашку могу курятин купить но за нормальным мясом на другой магазин если мясо покупать на котлетки на гуляшек у нас вот там чуть дальше вот там по улице если туда дальше вот вперед пройти вот напротив больницы там магазин есть а так называется по-моему там мясо нормально можно купить не знаю как перекрестки наши магазине мясо ну бывает на но какой-то не такое вот туда вот так надо идти или на троллейбусе две остановки проехать или пешочком вдоль вот этого нового дома там как раз светофор напротив скорой помощи светофор там перейти дорогу ну и вот тут у нас перейти от дома переходишь и там переходишь там принципе неплохой магазин на так он недорогой давно много чем можно купить я наверное не буду больше покупать эти импортные шампуни дорогущие решила перейти на наши воду чистую линию покупать там даже два в одном бывает поездку брать удобно вот мы когда жили последние три дня в гагри в отеле в гостевом доме вот там чистые линии шампунь стоял два в одном и даже удивилась что там две бутылки стояла почему-то ну так на всякий случай если одна закончится вот перейду на чистую линию все-таки 150 рублей стоит они 250 и не 300 сейчас такие цены что одна бутылочка уже до 500 рублей доходит представляете вот так купить шампунь 450 рублей бальзам 450 то есть нас три раза дешевле за 150 рублей можно купить перехожу на нашу косметику все на наш перехожу ничего импортного больше покупать не буду пусть идут лесом будем нашим пользоваться какая разница да и лак мне флакончик надолго хватает я если брызгаю такой челку немножко чтоб челка хотя бы лежала это мне надолго хватит тем более впереди зима шапки будем носить под шапку лак уже не набрызгаешь потому что потом волосы помнутся не расчешешь так что зимой этого особо лак не нужен уже в общем не знаю вот правильно вот читаю сейчас на дзене там разные статьи читаю правильно люди пишут что сколько заработаешь столько и потратишь вот больше 20 на 20 тысяч будет доход и 20 хватит будешь получать 40 и 40 потратишь то есть денег никогда не будет хватать больше 60 получать тоже не хватит то что вопросы растут можно что-то попроще выбрать подешевле чем выше больше зарплата тем выше запросы а скромненько жить в принципе можно и 1000 на 20-30 единственно что коммуналка жирает много у нас коммуналка зимой доходят до 8000 восемь пятьсот около 8 8 плюс минус там летом конечно поменьше минус отопление минус сразу где-то тысяч три-четыре ну может тысяч пять там платим летом а зимой уже восемь отопление дорого стоит на капитальный ремонт полторы это еще месяц дерут на ремонт дома в общем что-то дорого все это обходится все это в принципе вот эти коммунальные услуги могли бы их ограничить они вот хоть и говорят что коммунальные услуги не должны превышать 25 процентов от дохода ну допустим пенсия у неработающих тысяч семнадцать или девятнадцать уже в химках пусть девятнадцать значит и ну это кто не работает им доплачивают региональную выплату вот значит он до прожиточного минимум по области дотягивают всем я не знаю какой тут прожиточный минимум в области тысяч 17 вот значит коммуналка должна быть не больше пяти тысяч даже если 19 там 500 пенсия реально она вот зимой 8 половина пенсии получается и они почему-то говорят у кого значит вот носичек один живет да у него пенсия 16 коммуналка 8 50 процентов то есть надо куда-то идти там и вот эту субсидию оформляется куда-то надо идти не знаю куда-то леса без то ли в мфц короче тогда тебе значит четыре половина 4000 вернут обратно но я чё-то сомневаюсь что так делают у меня вот мать тоже сначала платит кому на коммуналку а потом я 500 рублей на счет только возвращается почему-то ей только 500 рублей компенсирует обратно не знаю сколько она платит сестра там разбирается сестра сама оплачивает ходит у нее мало там у нее практически че у нее там одна лампочка горит на кухне и холодильник а так она телевизор не включает даже ничего не больше нет так ладно ребятки не хотела видео записывать просто увидела снег думаю как же мне его снять как вам показать что у нас снег идет я в предыдущем видео показал что у нас дождь а вот потом в окно выглянула там снег хлопья сыпется а сейчас вот не пойму то ли снег то ли дождь так на фонари на столбы смотришь вроде дождь а вот вверх смотришь снежинки летают офигеть так ребятки дожили до зимы мы с вами а я еще в отпуск не ходила не отгуляла у меня еще 14 дней еще две недели отпуска есть через месяц пойду немножко осталось так ладно пойду второе видео выкладывать чуть делать раз уж я разбежалась видео снимать а